здравствуйте мои юные друзья ну что ж поговорим о том что сейчас происходит интересная вещь только что произошла я вот загораживал телевизор вешал этот флаг американский за мной ну что просто телевизора не было как бы я американец офицер и за этот флаг дрался мои товарищи погибали в этом флаге хранили когда его повесил я понял что повесил кверх ногами звездами вниз это показывает когда на корабле так поднимают флаг или над фортом или над какой-то боевой части флаг поднимается к верх ногами это означает что происходит стресс что или корабль тонет или больше удержаться долго не можем сейчас нас захватят враги мы у нас там заканчиваются патроны и заканчиваются боеприпасы так вот это как бы по фрейду произошло но я перевесил потому что я думаю что еще мы не в такой ситуации но это меня навело на мысли что я сейчас разговариваю там с генералами с адмиралами с людьми с которыми я служил со старшими офицерами то что в россии называлась вашего высокоблагородия и мы все понимаем что мы жизнь свою отдали нашей стране нашей родине каждый из нас я думаю мог был быть и врачом и юристом большим бизнесменом могли зарабатывать много денег но мы решили сами идти в это монашество потому что мы верили в нашу страну мы верили что из по всем мире мы правильные мы правы не мы не идиоты мы понимали что мы не идеальны что у нас и суды не идеальны и на кришают не в нашу пользу и политики у нас продажные все мы это понимали капитализм идет что бедным продают за дорого богатая получает юристов знаменитости могут убить жену какой джей сэмсон и за деньги соски не идеальны и мы люди мы страна но из всех остальных мы были самые правильные мы настаивали на на правах человека мы настаивали чтобы не было войны в европе расставляли там свои войска чтобы не чтобы было без убийств без воин пытались деньгами помогать многим странам но и самое главное мы верили что у нас есть баланс у нас есть и такая партия и сякая партия и у нас есть журналисты в конце концов и независимые суды и журналисты всегда все разнюхают у нас самое главное есть свобода слова первая поправка конституции мы не должны бояться ничего этого а сейчас мы видим что этого нету и сейчас это уже в наглую нету блокирует президента твиттер выгоняет его закрывает его аккаунт youtube угрожает и закрывает наши аккаунты и снимает джулиани не может выступать они ничего не говорят просто имя трампа запрещено уже произносить просто произносить его запрещено мы понимаем как же мы посылаем своих детей сами воюем в других странах чтобы этого не было а у нас в стране это происходит на наших глазах это убирается да кто-то говорит что это частные компании что это то и все но хорошо если это частные компании то почему частная ресторан не может сказать я не хочу обслуживать черных или не могу не хочу обслуживать демократов или почему этот клуб не может сказать частный клуб не может сказать я не хочу принимать туда евреев почему только это сми разрешено почему это только соц сетям разрешено что они могут выбирать кого кто может выступать а кто не может выступать кто имеет свободу слова кто не имеет слова слова и они шантажируют и угрожают потому что другие компании, конечно же, появились, такие как Parler, такие как за место Facebook, например, я сейчас уже в основном на MeWe такая есть, где нету цензуры, Parler за место Twitter, так Apple и Google говорят, что если Parler будет так продолжать и не цензурировать себя, то они снимут его, говорят, что сняли заблокировали, теперь говорят, что обратно поставили, но я знаю, что меня цензует, большая цензура и меня вырезает и меня не показывает и не только в Америке и в Украине тоже самое, на каналах и везде это происходит и это как они как все, одно, все заодно, но не может же такого быть, что все против Трампа, все каналы, все соцсети во всех странах и все за вот этого маразматика, который не может отличить свою внучку от своего погибшего сына или свою жену от своей, от своей секретарии, я не понимаю этого и они их блокируют, вот наша первая поправка конституции, оказывается, не имеет никакого веса и я хочу сказать, что я, например, мне многие сейчас пишут, что в телеграме надо создать свой канал, я, по-моему, я его создал в телеграме, если кто захочет, заходите, я его скромно назвал Табах ТВ, так что можете зайти в телеграме и дайте мне знать, или у вас это получается или нет, но я создал в телеграме, говорят, что Трамп создал в телеграме тоже, наверное, мы все русские агенты, потому что вот как раз на российском соцсети, как телеграм, нас не цензируют и не угрожают, поэтому так интересно, что теперь нас, конечно, обвинят, что мы российские шпионы и путинцы, и вот вам доказательства, ну а что же делать, если на других-то мы не можем выступать, интересно, да, президенту Трамп, он имеет коды к ядерному оружию, может начать ядерную войну в любой момент и уничтожить весь мир, а вот на твиттере сказать или упомянуть его имя нельзя, там коды не подходят, поэтому я решил, что да, произошел переворот, произошел незаконный захват власти большевиками у нас в стране, я это не поддерживаю, я президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис не признаю как легитимными, присяги я им не давал, в том смысле не давал им не то что лично, а их позиции, потому что она взята нечестным способом, она взяла, и они ее получили обманом, фальшем и подкупом, и поддержкой нечистоплотных стран и врагов, как Иран и Китай, и поэтому Трамп, я не буду участвовать в инаугурации тоже, я даже думаю, что я поддерживаю своего президента, потому что участие в этой инаугурации, это значит, что вы согласны с этим, что вы подчинились и все будет хорошо, я думаю, что я даже не останусь в стране на день инаугурации, я выйду просто вот так показать, что я с этим не согласен, что я даже не буду присутствовать на американской земле в этот момент, потому что я предлагаю, что нужно нам бороться, каждый может бороться, вы можете меня критиковать за это, конечно, это ваше право, но каждый должен бороться как он может, кто-то дает деньги на это, кто-то выступает в демонстрациях, в протестах, мирных, пока, пока мирных, я не призываю, как и Трамп не призывал, чтобы шли на Капитолий и в него заходили, это была провокация явная, это уже опознали этих людей из Антифы, из других организаций анархистских, этих с рогами, с наколками здесь, где показывают, что они анархисты из других компаний, что они уже там были, что это было все, конечно, так создано специально, чтобы дискредитировать президента Трампа. И правда, конечно же, там участвовали и другие люди, наверное, вот эти люди, которые разозлились, которых ограбили, которых разорили, которые правда за Трампа спровоцировали, и потом уже тоже они туда вошли, как вот эта несчастная ветеран-женщина, которую застрелили, наверное, она была так же расстроена, как многие из нас военных, за что же мы ходили и заставляли других, рисковали себя, а сами-то гнилые оказались, у самих-то вот этот нарыв еще больше, чем у кого-либо. И, конечно, потом уже туда зашли и трамписты, я не знаю, как бы я отреагировал, может быть, многие были дезориентированы, может быть, многие сказали, окей, нас пустили в Капитолий, мы можем пойти с ними поговорить, есть наивные такие люди, и они туда пошли. Ну, первоначально, конечно, это было так, что туда вошли провокаторы, или они уже там были, полицейские почему-то их впустили, некоторые двери открыли, и они туда вошли, хотя это самый охраняемый объект в мире, в стране, во время еще сессии Конгресса, когда идет там такая вот очень азартный разговор, очень сложный разговор. Другие могут протестовать по-своему, может быть, я призываю всех выйти из Твиттера, я вот его убрал, свой аккаунт, я его закрыл, также я буду это делать и в Фейсбуке, через какое-то время у меня в Фейсбуке более 10 тысяч друзей, 10 тысяч друзей, и два аккаунта по 5 тысяч, ну, а в MeWe у меня там только пока что 150 друзей, но, наверное, те, которые в MeWe, они все-таки более активные, а в Фейсбуке, наверное, половина уже не мои друзья, как бы так сказать. Вот, поэтому Твиттер, наверное, самый безобразный из всех этих, хотя это все принадлежит, я думаю, одной компании, но интересно, что Трампа они заблокировали навсегда, навсегда он не может, потому что он приносит, они говорят, опасность к стране, что могут быть беспорядки в стране, как-то все лето беспорядки, беспорядки Black Lives Matter и Антифы, это их не волновало, и даже ни Байден, ни Камала Харрис, никто из демократических партий их не осуждал в терроризме, в угрозах, в погромах, это были мирные протесты. А вот с Трампом этот один инцидент, спровоцированный во время такого напряженного времени, это уже терроризм они объявили, имя Трампа уже нельзя упоминать, правда на Твиттере остался Иран, иранским людям нельзя пользоваться Твиттером, а вот Айатолом там можно, они там призывают к геноциду Израиля, но это свобода слова, они там призывают к убийству всех гомосексуалистов, но это свобода слова, ничего, Твиттер открытая, нормальная программа в таким случаях. Тоже китайцам нельзя пользоваться Твиттером, да, наверное, он им принадлежит, но пользоваться гражданам нельзя, но зато посольство Китая можно пользоваться Твиттером, где они осуждают Трампа, где они осуждают очень много вещей и нашу страну, в том числе во всем. И вот и парлор теперь оказывается и даже заблокирован Эпплом, Эппл сказал, что если они не будут цензизировать это, то они просто уберут его из Эппл Стора, и также и Миви за место Фейсбука, и также Фейсбук это сказал, и также Гугл это сказал, что цензура будет продолжаться. Наверное, они еще и подыгрывают демократам, но смотрите, когда вы это делаете, мы же все это прекрасно знаем, они от вас-то и в первую очередь потом и избавятся, потому что кто-то что-то все равно будет говорить против них, а критику диктаторы не терпят. И мы знаем, что это диктаторы, кто вносит цензуру, и они цензуируют нас, а вот в демократии это народ цензуирует власть и журналистов, и все остальное. Но, видимо, журналистов у нас больше не осталось, и свободных СМИ тоже больше не осталось, кроме вот каких-то там маргинальных, маленьких, которые еще могут что-то вещать. Ну, что я вам хочу сказать, если честно выиграть невозможно, то выборы воруются, то выборы фальсифицируются, что и произошло с нами. Если аргументов нету, то тогда и так тебя затыкают, тогда начинается цензура. Это нельзя говорить, чтобы никто не слышал, потому что этого не существует, потому что аргументов нету к этому. И очень часто я на всех каналах всегда часто вам говорю, что никто со мной из левых не дает мне их отдебатить. На дебатории не приходят. Не хотят. Они говорят, а что с трампистом говорить? О чем можно говорить с трампистом? Ну, я говорю, за один каждый их факт против Трампа. Я могу привести пять фактов, примеров. Мы можем иметь, а у них нету ни одного. Поэтому они не могут даже дебать. Просто Трамп ужасный человек. Он ужасный человек. И вот они сейчас призывают к единству. После того, как они даже не дали сто дней мораториума президенту, что у нас традиционно происходит, первые сто дней президента не крикуют. Они начали ему импичмент еще до того, как он пришел к власти. Критика пошла отовсюду на него. Напасть до того, как он был президентом, ничего такого плохого про него не было сказано. И вдруг он был абсолютно исчадья ядец. Свалился на голову, не ожидали. Свалился на голову, не ожидали. И вот пробуют уже все. Все испробовали, все импичменты. И, конечно, уже пришлось воровать и в наглую идти, и в лобовую. И неважно, что будет. Главное, вот большевикам захватить власть, а там мы уже ее обратно не отдадим. И сейчас урезают наше любое сопротивление. Даже в соцсетях и в сферах массовой информации. Поэтому, конечно, теперь призывать к единству. То, что рвали его обращение к нации, где он восхищается нашей страной, рассказывает, какая у нас страна великая, и какая страна у нас правильная. И сколько мы хорошего сделали, они это рвут. Это им не надо. Это не важно. Страна это он. Главное, чтобы Трампа не было. Страна тут ни при чем. Я люблю Америку. Я ненавижу эту власть. Я ненавижу этих политиков. Этих продажных. Которые не могут различить блядство и героизм друг от друга. И, конечно, теперь они призывают к тому, что ввести 25-ю поправку. То есть, Трамп сумасшедший. Даже за две недели до окончания, за 10 дней до окончания его срока, все равно ввести эту поправку, чтобы его и потом истребить. Чтобы он никогда не мог еще раз избираться. Или его окружение истребить. Таких, как я. А нас много. Я думаю, что у нас где-то 100 миллионов. Кто-то поактивнее, кто-то меньше. Кто-то посередине. И почему? Объявить его сумасшедшим. Почему он сумасшедшим? Потому что он сопротивляется. Потому что он защищается от атак. Он сумасшедший. Вам ничего этого не упоминает, товарища Сталина? Не упоминает, если вы сопротивляетесь братству, равенству, справедливости. То вы сумасшедший. И вас надо лечить. Психушки. И, конечно, в Советском Союзе была такая наказуемая психиатрия. Много правозащитников, много диссидентов через нее прошли. Раз ты не согласен с советской властью, ты псих. И поэтому тебя надо... И вот Пелоси и демократы сейчас пытаются сказать, что Трамп псих. Все четыре года он был псих с ядерными кнопками. Он был псих. Он был сумасшедший. Он был психически ненормальный человек. И он до сих пор находится. Потому что он сказал своему электорату, который пришел в Вашингтон, приехал там сотни тысяч человек. Он им сказал, идите к Капитолию. Сейчас там решается все. Идите к Капитолию. Он не сказал, идите, нападайте на Капитолию. Идите в Капитолию. И он сказал слово мирно. Peaceful. Peaceful. Нет, не важно. Они все это перевернули. И точно так же, когда они все это переворачивают. И когда они говорят, что это его люди захватили. Это его расисты вошли туда в Капитолию. Прорвали боль. Все прекрасно знали, что это не они. Что первоначально это Антифа. Это все провокаторы. Это те, которые уже там были. Полицейки, которым открыли двери. Но это не важно. Самое главное первую информацию выдать. А первая информация была, что это трамписты. Что это трамписты туда ворвались. Что это трамписты, которые создают террор. А вот Black Lives Matter и Антифа это мирные. Они за свои права борются. Это мирные. А вот трамписты это террористы. Хотя это трамписты, которые в американском флаге. Которые поют гимн Соединенных Штатов Америки. И такая организация, как Proud Boys. Которая обычно защищает от них вот эти демонстрации. Их называют российской и экстремистской организацией. Их лидера арестовали в Вашингтоне. И запретили ему быть в Вашингтоне во время демонстрации. Потому что он сжег флаг Black Lives Matter. А это расизм. То, что сжгут американский флаг. За который мы гибли. Сотни. Миллионы людей погибли. В боях. Держа этот флаг. Миллионы людей были похоронены в этом флаге в Соединенных Штатах Америки. Потому что мы защищали независимость. И свободу. И для нас это Родина. Я много раз об этом говорил. Тут это нет. Это свобода слова. Это первая поправка Конституции. А вот Black Lives Matter нельзя. Поэтому мы попадем, если мы не будем сопротивляться в это, что я называю, черное рабство. Мы сами себя загнали в это рабство. Или загоняем себя в это рабство. Так бывает, когда общество или страны, державы становятся великими, становятся большими. И варвары приходят и их забирают. Ну, в сегодняшнем 21 веке, цифровом веке, наверное, мы сами подыгрываем Китаю. И Китай у нас когда-нибудь станет первой страной. Придется нам работать на них и жить по законам Китая. Или еще каких-либо варваров. Не знаю. Будущее вы знаете. Я не предсказываю. Но я благодарю всех тех, кто меня слушает. Я благодарю всех тех, кто мне пишет. Ну, пишет нормальные вещи, а не угрозы там. Или советы какие-нибудь дурацкие. Я благодарю тех, кто сопротивляется. Тех, кто протестует. Я благодарю тех, кто не согласен с тем, что им говорят. Или что им говорит власть. Или что им говорят бюрократы. Или СМИ. И чтобы, если ты им не веришь, то против тебя примут наказуемую психиатрию. Тебя тоже объявят сумасшедшим. И пришлют налоговую инспекцию. Ну, не мне вам рассказывать. Вы все прекрасно знаете, как это работает. Поэтому сопротивляемся, как можем. От того, что просто отписаться от Твиттера и Фейсбука. Фейсбука и Гугла. И искать другие платформы. Сложно все это, конечно. И заберет какое-то время. Не сразу все. Но пытаться это сделать. До того, что ходить на протесты. Писать своим конгрессменам. Своим сенаторам. Ходить к ним на встречи. Устраивать встречи с ними в холл-митингс. Таун-митингс. Собрания такие. И не сдаваться. Самое главное продолжать этот... Напирать на них. Иначе они... Если мы сейчас, скажем, ничего мы сделать не можем. Видите, мы же старались. Мы что-то делали. Все равно они нас победили. Не победили. Еще это не конец. Не конец войны. Не конец этой драки. Мы отступили. Мы перегруппироваемся. Но мы должны сплотиться. Сплотиться вокруг Трампа. Как там было? Еще какая-то партия это будет? Или какое-то движение это будет? Я не знаю. Я не политик. Но движение какое-то должно быть. Мы хотя бы должны... На своих условиях существовать. А не на их условиях существовать. Так как решили... Это, конечно, экстрим уже. Когда все потеряно. И... Польские гусары сели на коне и атаковали немецкие танки. Чтобы показать, что весь мир нас предал. Сказали не мобилизоваться. Но мы умрем на своих условиях. А не на ваших. То есть, как дети в гетто в Варшаве подняли восстание. Они что думали? Что они победят вермахт? И вермахт сдастся им в 42-м году. Они просто решили умереть на своих условиях. А не на нацистских. На немецких условиях. СССР. Так же, как и ребята в Украине. В Донецке. В аэропорту. Было приказано отступить. Сказать все. Это проиграно. Мы потеряли этот город. Мы потеряли эту территорию. А они остались. Добровольно остались. Потому что это было на их условиях. Но, к сожалению, многие из-за этого погибают. Я думаю, что мы не хотим дойти до такого финала. Я думаю, что мы сейчас можем сопротивляться с Твиттером, с Фейсбуком, с конгрессменами, с сенаторами, с мэрами, с губернаторами. Ходить избирать, переизбирать их. Сменять этих людей, которые там сидят. Понятно, что уже это секты. Что это уже однопартийные системы. Плоси опять. Как и Зюганов, как и Жириновский. Во главе своей партии. Ничего не меняется там. Застой. И коррупция. Поэтому, желаю всем всего хорошего. Держать строй. Боевой дух. Капитан Юра. Over and out.